Около ста населенных пунктов в Акмуринской области могут пострадать от паводка. Напряженная ситуация сразу в нескольких районных центрах. В Сан-Дыктау под угрозой подтопления 10 сел. Подробнее о материале нашего корреспондента. В последний раз большая вода потревожила жителей села Балкашина, центра Сан-Дыктауского района в 2017 году. Тогда были подтоплены около ста домов и строений. Этой зимой снега выпало много больше. Чтобы не повторять ошибок прошлых лет, необходимо усилить профилактическую работу, считают старожилы. Поэтому в этом году переживают, чтобы не затопило опять все эти улицы. Потому что это расход бюджета нашего района. Я считаю, что это все зависит еще от многих от жителей самих. Потому что не надо надеяться на администрацию. Надо еще очищать и вывозить как-то от себя очищать самим. В зонах, подверженных риску подтопления, сегодня находится около 200 домов. Проживают полтысячи человек. Уборкой снега на местах занимаются специалисты коммунальных служб. В работах задействована в том числе техника местных крестьянских хозяйств. Здесь провели оболование протяженностью 350 метров. Вопрос готовности служб к противопаводковым мероприятиям и возникновению чрезвычайных ситуаций – главный на повестке дня. Основная миссия ответственных лиц – безопасность людей. Где будем размещать людей во время эвакуации? Есть ли родные, их количество, друзья и знакомые? Мы подготовили места, где люди будут в безопасности. Проведены переговоры со всеми сельчанами. У нас есть вся информация. Вместе с тем подготовлено свыше 300 тонн инертных материалов, отмечают госслужащие. Им на руку сегодня играют погодные условия. Плюсовая температура днем способствует таянию снега. В ночные часы вода подмерзает. Ну а пик половодия в регионе ожидается в начале апреля. Аселу Махмутова, Дамир Берекулы, Евгений Шинкаренко, Акмуринская область, Хабар-24.